Друзья, всем привет, Джук и Виталий на связи. Сегодня, как обычно, кратко и по делу. Сегодня постараюсь совершенно кратко. Нахожусь в студии, записывал спич для федерального телеканала по поводу фейковых токенов TONE и LIBRE. Ну и сейчас хотел бы воспользоваться, соответственно, случаем и совсем кратко с вами обсудить ситуацию на криптовалютном рынке. Смотрите, давайте разберем мой предыдущий прогноз. Предыдущий прогноз был на уровне 9800. От уровня 9800 я ожидал движения в уровень 10100. Когда я выложил выпуск, данное движение мы получили, и я сделал уточнение, что от 10100 жду 10300 с пробитием и закреплением. Плюс-минус 10300 движение было, но мы не получили пробитие и закрепление. Здесь я был неправ по той причине, что все же я ожидал пробитие 10300, 10400 и все-таки уже продолжение восходящих движений. Нет, нам, увы, показали с вами коррекцию. Коррекция была на уровень 10700 с квизами. И здесь я хотел бы, знаете, хотел бы прокомментировать то, что говорит Максим Яковенко, Хамаха, то, что нас ждет криптозинма, нас ждут очень резкие обвалы. Друзья, технически я с ним согласен, но здесь стоит обратить внимание на один крайне, крайне, крайне важный момент, а именно на то, что все время у нас откупаются уровни. Я в своей закрытой группе, это не реклама. И, кстати, странно, что мне кто-то говорит насчет того, что вот и там рекламируешь свою закрытую группу. Блин, она стоит 10 баксов, и там я постоянно делюсь своими соображениями, там несколько раз там и ночью, и днем, и отвечаю на вопросы. Что вы ко мне пристали-то с ней? Не хотите, не надо. Кто у меня находится в группе, абсолютное большинство людей абсолютно довольны этим. Вот, и смотрите, действительно, каждый раз вот нас начинают просаживать до определенного уровня и моментально выкупают. Причем здесь очень важно понимать, что когда у нас идет пробой поддержек, технически мы пробиваем поддержку, мы всегда получаем продавца. Ну, вот так уж повелось, ты пробиваешь поддержку или сопротивление, пробиваешь сопротивление важное, получаешь продавца вверх, пробиваешь поддержку важную, получаешь продавца вниз. А здесь нет, здесь мы сквизами пробиваем поддержки и потом их резко выкупают. Выкупают скрытыми ордерами, то есть это боты, которые на подходе к определенному уровню начинают выставлять там ордера. По 3 миллиона долларов, по 4 миллиона, это только по Бинансу, я потому что смотрю сейчас Бинанс как манипулятора. И быстренько откупается уровень. Здесь ничего, кроме как пугает, пугает в моменте, я не могу сказать. Я считаю, что сейчас реально просто вот нервы все на ноль выводят всем трейдерам, слабые по-любому тут откиснут. И дальше мы с вами будем наблюдать восходящие движения. Причем восходящие движения будут довольно резкие, потому что глобально у нас идет очень сильное сужение, волатильность. И с таким набором позиций, ну глобально я рассматриваю этот выстрел. Да, если смотреть чисто технически, по сухому теханализу, я бы сам сказал, да, здесь больше предпосылок к тому, чтобы пойти вниз. Но здесь есть другие моменты, моменты важные для криптовалютного рынка. Мы же торгуем с вами не фондовый рынок, мы торгуем с вами крипту. Здесь куча манипуляций, низкие объемы, невероятное количество всяких условностей. Их надо учитывать, надо отталкиваться от того, что делать будут от обратного. А видя, как набираются позиции, ну извините, деньгам я верю. Я верю в то, что если кто-то набирает безумные позиции в уровне 9500, 10400, значит это все будет реализовываться выше. Да, локально, совсем в краткосрок, ситуация выглядит, ну довольно стремно. Но если смотреть ее глобально, я не вижу здесь ничего сверхъестественного. Я считаю, что тут будет пробой трендовых, и мы с вами будем наблюдать довольно неплохие восходящие движения. Также хотел разобрать ситуацию по альткоинам. По альткоинам невероятное количество паникеров, просто нереальное. Но посмотрите, по каким уровням мы ходим, как их откупают. А самое главное, где находится сопротивление. У нас толком у альты нет сопротивления. Их поджимают, и стоит только вот это поджать и убрать, они сразу будут стрелять еще выше. Если смотреть глобально, я неоднократно, кстати, говорю, уберите уже, перестаньте смотреть пятиминутки. Да, пятиминутки страшно, но если смотреть ситуацию глобально, то ну ничего вообще сверхъестественного. Одни восходящие сетапы. Я не вижу смысла паниковать. Поставьте себе, ограничьте себе будильниками торговыми глобальные уровни. И просто не смотрите график. Это, по крайней мере, будет правильное решение. Потому что вы будете просто понимать, что есть какая-то зона, где, как говорится, все, конец. А есть уровни, которые, вероятнее всего, мы с вами будем пробивать. И то, что там уже кто-то отбросил надежды на альтизон, но я считаю, что это решение довольно преждевременное. Что касается ситуации по баг. Тут все такие юмористы появились, баг запустили, да вот только никто туда не пришел. Вы радуетесь, что его запустили. Потому что, во-первых, если бы его не запустили, вот на этой новости мы бы прокатились вниз, это раз. Два, то, что его запустили, это реально офигенная ступенька для институционалов. Потому что, действительно, инвестирование в криптовалюты выходит на новый уровень. Нельзя быть идиотом. Нельзя жить вот в моменте. Надо думать о том, что это дает в перспективах, в будущем. И в будущем это дает очень многое. Сейчас потихонечку растут объемы на багте. Я вижу в этом только позитив. Да, что есть, то есть. Объемы торгов катастрофически низкие относительно всего остального рынка. Но главное, это запустили. Главное, площадка работает. Главное, сбоев нет. Главное, страхование есть. Это, я считаю, довольно хороший момент, который даст свои плоды. Так, давайте кратко подведем итоги. Локальный биткоин выкупает. Максимальный уровень коррекции по биткоин 9500 ниже, я считаю, не будет. По той причине, что уровень покупок нас определенно не пустят. Уровень покупок это 99400. Я считаю, что это слишком сладкая зона. Сейчас специально вы обратите внимание, как у нас держат уровни. Нам не дают и не под лонгистов зоны, и не под шортистов. Специально, чтобы вы не купили его, и продавать как-то дешево. Но все-таки локально я ожидаю, сколько за 10 тысяч. 10-10-100, там буду смотреть по объемам. Глобально, считаю, что неспроста набираются такие позиции. И это тоже восходящее движение. По альткоинам Альта рисует определенную восходящую сетапу. У нас есть жесткие ограничения. Ограничения уйдут или выкупятся. Они не такие серьезные. Лететь вверх там очень круто можно. Поэтому тоже не вижу смысла сейчас как-то сильно переживать. Особенно учитывая, что Альта находится у своих глобальных поддержек. Все, времени больше отнимать не буду. Лайк, подписка, комментарии. До следующего выпуска, друзья. Работаем. Субтитры сделал DimaTorzok